Всем привет, друзья! У нас тут новая серия нашего супер-мега сериала блокбастера по постройке самого проходимого не то что ЗИЛ-157, а в принципе грузовика. Надо вылезти отсюда, наверное, рассказать вам, что к чему. Чтобы кто-то еще раз сказал, что блогер, кто живет. У нас сейчас там такой воркаут в ангаре будет происходить. Там одной грубой физической силой, дело в том, что не справиться. Пришлось умы подключать с канала Комбат Крю Лайф. Рулевое будем делать в этой серии, чтобы все крутилось наконец. Может у нас колеса, секундочку. При моих метр девяносто, вот это где-то метр семьдесят на самом деле. Оператор у нас как минимум два двадцать с такими раскладами. Метр где-то пятьдесят колеса. Мы ставим на ЗИЛ-157 и делаем так, чтобы он на этих колесах себя чувствовал комфортно. Так что, друзья, присаживайтесь поудобней. Мы начинаем эту непростую затратную серию. Огромное спасибо Дрому за поддержку. Без него бы не справились. Только на Дроме можно найти огромный выбор автомобилей и куча инструментов для подбора хорошего экземпляра среди этих автомобилей. Все, теперь точно начинаем. Работы предстоят очень непростые. И тут уже однозначно понятно, что сами мы с Димоном никогда такие работы не сделаем, не справимся. Честно говоря, хотели отдать ЗИЛ-ок Ване Джаггер-гараж, и он почти согласился. Но потом просто прикинули размеры ЗИЛ-ка, посмотрели, что там в ремзоне получается, а не получается. Потом наступила долгая снежная зима, мы думали, кому же вот сбагрить нашего ЗИЛ-ка, чтобы уже забрать готовый на больших колесах. А потом вспомнили, у нас же есть конструкторское бюро на соседнем канале Combat Crew Life, перед которым, в принципе, невыполнимых задач нет. Стоит только договориться. Вот мы договорились. Вы их знаете, вы их любите, и вам будет интересно наблюдать. Мы, естественно, будем приходить, но и под ногами лишний раз болтаться не будем. Тем более, что у нас появилось очень важное задание. Наконец, появилась интересующая нас машина с Димоном по интересному прайсу. Вот поэтому несколько ближайших дней мы потратим на нее. А ЗИЛ-ок передаем в руки Combat Crew Life. Ну и как же мне нравится ЗИЛ-157? А потому что свою службу в армии я начинал водителем именно на таком автомобиле. Но знаете, что больше всего мне запомнилось? Что руль приходилось нам вдвоем вращать, потому что он совершенно неповорачиваемый. И кто бы мог подумать, что через столько лет нам придется решить эту проблему. Первое, что на ум пришло, это поставить рулевой механизм от 130-го ЗИЛа. Но потом мы отказались от этой темы. Вторая мысль была поставить гидробъемную передачу, такая, как стоит на болотке на тракторе. Но тоже не совсем это понравилось в связи с тем, что если гидравлика пропадет, то в болоте можно остаться вообще без рулевого. Ну и третий вариант. Это классическая схема с распределителем, с гидроцилиндром. И оставить вот этот родной рулевой механизм. Потому что худо-бедно, но даже без гидроусилителя на нем как-то можно рулить. Мы изучили заранее. Прекрасно сюда мы поставим распределитель ГАЗ-66. Цилиндр. Я сначала хотел цилиндр более мощный поставить, но потом решили поставить от ГАЗ-66. Ну уж если Игорь крутил и такой руль без усилителя, то уж какой бы ни был усилитель, это уже будет намного веселее ему. Ну вот ребята уже съездили на разборочку и привезли все необходимые ингредиенты. Насос, гидроцилиндр ГАЗ-66 и тягу с гидрораспределителем. Мы ее распилим. Ее необходимо сделать по длине, по размеру родной тяги. И конус здесь не совпадает с конусом ЗИЛА. Но я выточу переходную втулку. Ну а это вот такая, друзья, шиферская уловка. Когда поставить съемник, вот так вот надо поддомкратить, чтобы напряжение было. Старый солдатский способ. Ну что, давай сравниваем. Сравниваем две тяги. Смотрите, насколько эта тяга толще, чем 66-го. Тяга рулевая, смотри. Нога 66. Которую сняли, ребята. Вот тяга, которая через точки заварена, вкручена на резьбе. Еще немного, и она бы вывалилась. Приваренную тягу я просто открутил. Великолепная резьба. Великолепная приварка. Задача найти лерку в моих закромах 30 на 2. Вот нашел, друзья, 30 на 1,5. А здесь резьба 30 на 2. Можно, конечно, и тут перерезать в этом распределителе, нарезать другую резьбу. Я нашел в закромах родины мячик 30 на 1,5. Вот. И мы прорежем здесь прям по этой резьбе эту резьбу. И, соответственно, нарежем такую резьбу. Худо-бедно, но она будет заворачиваться на какой-то длине, тем более. Я все-таки подобрал разверточку и решил дырку сделать более правильной. Для того, чтобы туда штифт запрессовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот у нас переходничок готов. Тут, поскольку резьба, тут мы сделали две точки. А на самой натяге мы сделали четыре точки сварки, поскольку там она просто сюда будет... Ну, она не прессовая, а такая легкопрессовая посадка. Не перепутать бы, да? А то так все сделаешь, приваришь, заваришь. Так, сейчас мы проверим нашу точность. Уже 670. Абсолютно точно, прям тютелька в тютельку. Так, ну что, можно заваривать. Все заварено. Я думаю, это очень надежно и гораздо надежнее, чем это было сделано у ГАШ-66. Осталось два пункта. Вытащить переходной конус и ступенчатую гайку. Потом узнаете, почему гайку тоже надо точить. Вы только посмотрите, друзья, какая у меня есть роскошь. Я вычитал в документации угол, но я думаю, он неправильный там. Поэтому сейчас замерим. Просто идеально точно, при помощи вот такого угломера. Ну вот в результате прецизионных измерений угла, вот таким вот крутым прибором, у меня получилось угол 6 градусов. Значит, суппорт надо поворачивать на 3 градуса. Ну вот так вот. Я сейчас сделаю первую проточечку. Вставлю туда конус и посмотрю, есть ли в нем болтанка или его закусывает. Получилась вот такая вот переходная втулочка. Абсолютно идеально я попал в конус. И здесь он тоже встает абсолютно идеально. Вот. Но здесь технология такая. Я здесь сначала ее немножечко туда забью, чтобы она была заподлеца. Для этого у меня сделан пропил. Вот. Ну и смотрим, как встает шарик. Видите, здесь резьбы не совсем, я считаю, достаточно. Поэтому у меня мысль сделать гайку сюда с обнутрением, чтобы большее количество резьбы работало. Гайка специальная у меня готова. Вот у нее вот эта полочка, за которой она будет работать. И вот, не знаю, наверное, сам распорядитель тоже бы неплохо перебрать. Он же бэушный. Как вы видите, рулевая тяга уже стоит на месте. Она удлинена. Фактически сделана из двух рулевых тяг. Одна. Также гидрораспределитель уже тоже здесь вписался очень хорошо. Единственное, конечно, он был в таком ужасном состоянии, что его пришлось весь перебрать. И даже там центральная ось, которая стягивает, пришлось сделать совершенно новую. Ну и вот, как я говорил, гаечка со ступеньки. Потому что, видите, резьбы недостаточно торчит. Но с такой гайкой все будет работать прекрасно. Ну и следующий пункт по плану. Надо поставить гидроцилиндр на мост. На мосту я уже крепление сделал. Это было несложно. Мы взяли от ГАЗ-66 сам главный кронштейн. Я заварил дырки и просверлил их прямо под болты, которые были на родном Зиловском мосту. Это было просто. Все прикрутил, все готово. И сейчас надо сделать крепление цилиндра на рулевую тягу. Для крепления, которое будет на рулевой тяге, я заготовил вот такую красивую детальку. Видите, вот под резиночку. И сделал еще такой комплектик. Вот такая деталь будет вот так вот. И, соответственно, уголки, которые все это дело усилят. Вот сейчас все это дело сварю таким одним юнитом. Потом поставим на рулевую тягу и просто ее приварю. Мне показалось, так гораздо проще. Ну вот у нас, видите, получилась вот такая деталь, которая вот так вот встанет на трубу. Вот я так по периметру обварю. Расстояние я уже середину вымерю до этой 140 миллиметров. Ход штока, если кому интересно, друзья, у нас будет 160 миллиметров. Превосходно. Осталось только ее покрасить и можно вставить. Второй этап у нас готов. Цилиндр стоит на месте. Он здесь как родной вписался. Так, мы не совсем бездельники. В этой серии решили подсуетиться. Наш друг Федор, который приехал сюда. Зачем? Кабина отделка, которая поэту по окраске. Как говорит Федор, это Марк 2 среди грузовичков. Ниссан какой-то, у которого дважды стерлись педали металлические. Пробег по три миллиона. Ну все, кабина сейчас поедет. В кабине у нас капот, морда, кусок морды. Здесь вообще небеззаменимая тачка. Здесь у нас крылья. Пустей двор, друзья. Позитрон наш. С которым так мы как-то вот и не раскрыли. Тему, к сожалению, на днях тоже уедет. Но вы не переживайте. В начале видео мы отлучались не просто так. Тачка куплена, тачка не свойственная вообще нам. Но от этого только интереснее. И нам точно, вам скорее всего тоже будет интереснее. Кому совсем интересно, вот совсем интересно. Переходите на дром. В описании под видео будет инструкция, как на дроме найти нашу тачку. Вот так вот, друзья. Ну а мы поехали к Илье все это дело выгружать, рассказывать ему, что мы от него хотим. Эту серию мы решили сделать полностью не своими руками. Илья, который делал гелик Димону, Лазик делал наш общий. Много еще делал. В общем, будет делать кабинку. Такой головой купить? Замяли что-то так было? Замяли. Но это не сейчас, это мы замяли. Да, да. Вот еще у нас, смотри, какая-то полость. Полость? Вот такой вот цвет немецкой формы, если еще не путаю, было бы круто. Матовый, ну чтобы он не блестел, главное. Фельдграу. Да. Значит, с помощью Федора, когда мы отсоединяли кунг, там какой-то проводок порвался, начался болтанка, бах, кунгам, дверь. Надо сделать. Потом, следы леса у нас есть вот тут. Должна выглядеть нормально. А, понятно. Положение фар и, соответственно, этой решетки. Так как мы, крылья были так, а мы их сместили вот так, чтобы колеса большие были, у нас сейчас все смотрит вот туда. Примерно, чтобы оно смотрело вперед, нам этого достаточно. Короче, с пустыми руками его даже отсюда не получается уйти. Трос, который пригодится на любом из наших выездов. И целый пакет с запчастями Москвич, ВАЗ, Нива. Куда-нибудь все это дело обязательно пристроим. Хорошо приезжать к старым знакомым. Ну, а мы сейчас возвращаемся и переносимся в ангар. Нам надо установить насос. И стоять он будет вот здесь. Но начнем мы его, примерку, от ремня. Вот пацаны купили такой ремень. Длина его 1650 миллиметров. Но он у нас один единственный. Сейчас не знаю, как он там встанет. Вот видите, вот настолько старый ремень. А вот сейчас новый. Но будем смотреть. Вот мы при помощи палки, веревки и еще чего-то примерно нашли его местоположение. Сейчас я сделаю замеры все и будем делать кронштейны. Ну вот, кронштейн я изобрел. Теперь задача под него найти металл. А делать его надо, я думаю, из десятки или из восьмерки. Сейчас пойдем искать железяги. Чисто случайно мы нашли железягу и железяга десятка. Я решил сделать кронштейн правильно, потому что есть некоторая консоль. Но вот пилить эту железягу здесь у нас такая конфигурация получается. Чумой не очень-то радостно. Но пацаны предусмотрительно сделали нам шикарный подарок. Они нам подарили гиперболоид. И сейчас мы делаем распакинг. Друзья, не подумайте, что это реклама. Это не реклама. Это просто жизненная необходимость. Теперь у нас есть наконец-то плазморез. Надо к нему воздух выдумать. Она, в принципе, до 12 мм, но у нас десятка. Заодно мы сейчас порепетируем, как она будет работать. давление воздуха, как по инструкции мы поставили 0,4, ну даже 0,5, там написано не мелье 0,4. И она, видите, не зажигается. Вот я беру, ставлю давление, вот сейчас поставлю давление меньше. Но вот сначала при давлении 0,2. Ну вот, она даже до середины не прорезает. Хорошо. Ставлю ток на максимум, на 40 ампер. Давление 0,4. Не зажигается дуга. Воздух качит в трую. Делаем давление. Давление 0,2. Еще меньше давление. Даже до половины не режет десятку. Написано 16 миллиметров. Но нам главное десятку, чтобы резало. А тройку мы можем и так разрезать. Ток я ставил на полную. При 0,4 не режет вообще, задувает дугу. При 0,2 режет, но мощности вообще недостаточно. Кто знает, в чем дело, подскажите. Старая добрая чума и пилить десяточку кронштейны. Деваться некуда. Выпилили мы такие детальки из десятки. Сейчас мне надо их очень точно я сделал все замеры приварить. Ну а потом примерим, как там встанет насос. Половинка кронштейна у нас готова. Сейчас я ее обварю и мы уже заготовили где-то тут еще одну детальку и будем примерять. ну вот, кронштейн у нас стоит, насос стоит и все бы хорошо, но есть одна большая проблема, с которой мы сейчас столкнулись. Дело в том, что мы начинали все это строительство от длины ремня, потому что, ну как пацаны сказали, вот только такой, другого не найти. хотя и получилось то, что вот этот ремень на очень маленький угол зацепляется за вот этот верхний шкив. Ну хорошо бы, если он крутил только помпу и вентилятор, а он еще крутит компрессор. И я думаю, что он будет просто проскальзывать и компрессор не будет работать. Поэтому мне такое впечатление, что надо все переделать и насос опускать здесь, чтобы хотя бы ремень на четверть, на четверть шкива опирался. Целый день голова пухла, как же это сделать? И все-таки решение найдено. Компрессор управляется одним ремнем. И мы решили на этот же ремень посадить и насос гидроусилителя. При этом обхват получается нормальный. Но есть одна небольшая проблемка. Вот это два родных ремня. Вот этим ремнем приводится компрессор, а вот этот ремень от главного шкива идет и приводится помпа и генератор. Этот ремень это Б-ремень, а это ремень С. Б-ремень это 17 мм ширина, а вот этот ремень 22 мм ширина. И у нас проблема. Вот видите, на насосе под большой ремень, а привод компрессора и шкив здесь под вот этот вот средний ремень. Поэтому задача найти ремень и сделать новый новый шкив. Ну а пока ребята ищут шкив и ремень подходящий, надо еще разместить шланги. Ну вот, шланги установлены. Я попросил парня, они вот на разборочке молодцы, конечно, нашли вот такой вот шкив, который придется сейчас на насос поставить для ремня Б, придется немножко модернизировать нам, переделать сам кронштейн и в принципе должно все получиться. Ну и также вот они приволокли вот такой вот красивый радиатор, который нам придется установить. Ну я уже место его обозначил, он будет стоять у нас как-то где-то как-то вот так. Сейчас все это дело снять, разобрать, проварить, загрунтовать и все готово. Эпопея завершена, насос стоит на своем месте, кронштейн переделан, даже покрашен, радиатор нашел свое в жизни место, я считаю превосходно, трубки я практически все развел, подсоединил, из ГАЗ-66 трубочки, думали будем свои собственно делать, и осталось только обратку подсоединить туда, и все готово. Сейчас Димон привезет ремень, и пацаны пускай испытывают. Так, друзья, у нас прошло полторы-две недели, и мы идем как всегда куда? На все готовенькое, на все готовенькое, все, что мы сделали, купили ремешок, еще и не той длины, которую заказывал Дмитрий Викторович. Вот это вот результат работы Дмитрия Викторовича, а другого мы собственно и не ожидали. Практически заводская конструкция. Как мы решили выходить из ситуации с ремнем на 50 миллиметров длиннее, чем нужно? Проставка раз, шайб два. Тут у нас регулируется натяжение за счет компрессора. Вот, имея треть позиции, сейчас будем изобретать. Высокоточные технологии. Дай, оденем, посмотрим расстояние. Мясо какое-то будет. Ну, какое-то будет. стой, мы не попали тут. Погоди. Вот сюда. Ну да, вообще четко. Второй ремень я поставил. Игорь там вставит кардан, чтобы нам выехать, попробовать. Потом его придется снять. Да. Потому что здесь идет изобретение сложнейший андронного коллайдера. Из лазерского моста. не закончено. Но время уже начало преломляться. Да. Да, тут будет такая мега штука. Все офигеет. Сейчас он пока поднят, можно рулем немножко будет повращать. Аккуратненько плюсик. Аккуратненько одеваю. Она вообще не уходит. Надо рулем подпоять. нагрузки на мотор вообще нету. Может насос не рабочий. Короче, главное подозрение сейчас на насос. Да, потому что что-то вообще ничего не происходит, нагрузки никакой нет на мотор. И скорее всего там просто лопасти залегли в насосе. Непонятно сколько ему лет. Вообще непонятно рабочий ли он. Он может дохлый. Да он не работает. Ну как в другую сторону. Не, он не работает. Короче, снимаем насос сейчас попробуем его разобрать. Может быть там все просто. Мы летом покупали на ту еще шишигу на первую. потому что у нее насос присутствует холостой без масла. Но оказался рабочим при этом. И остался запасной. Так, теперь нам надо располаринить. Да, они как бы ходят. Ну, что, не так? как бы они вообще все четкие. Насос собран. Будем проверять. Надеюсь, что поможет. Переборочка эта. Да. Если забудет, значит, мы на правильном пути. по-моему, он заработал. Давай, жижи. Нет. Надо натянуть ремни. Сейчас сильнее натянем. Причем останавливаются все. Такое чудо. А, вот этот тоже. Сейчас этот еще надо подтянуть. Этот нормальный верхний. Все заработало. Подтянули основной ремень, от которого зависел и тот, который крутит гидроусилитель. По идее, сейчас должно стать лучше. Ну, и заводим. Пробуем, во-первых, работать гидроусилители, и, во-вторых, пробуем не снести весь двор. Так, подойдем. и не забывай, что у тебя тормозов нет. Поехали! Смотри, вот тачка апокалипсис. Тачка апокалипсис. Привет! Привет! Даже спущенные колеса, в принципе, не, работает схема? Да, схема рабочая. Схема рабочая. Ну, что, так апокалипсис. Вообще. Семь. И как было до. Да, да. А капитана весит килограмм 300. Ну, да. И нагрузку с передней оси сняли незначительно. А до этого на таком давлении это... Да, да. Свердись! Ху! Самоходка! Зил! Да, если свалимся, он же не заглохнет. Нет. Он будет ехать, пока он во что-то не упрется. Игорь, надо... шторки открыть! выскочок! Сверху! Продолжение следует... 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 навсегда колеса с мой рост ну и потом будет красивая кабина и какая-нибудь площадка спасательная для того чтобы как эти пирожки из печки вытаскивать дтехи из баллов вот так друзья так что не переключайтесь через серию через две сообразим и увидите продолжение банкета все всем пока